А уж не участвуйте, не приходите. За это зацепились, и теперь Козловского называют, это такая формулировка из комсомольской правды, обвинённый в эмиграции. То есть эмиграция – это некий повод для едва ли не каких-то преступлений. Да, для преступления. Обвинённый в эмиграции Козловский. У меня лично Козловский вызывает исключительно какие-то очень тёплые чувства, потому что вообще никаких претензий к его позиции нет. Хотя до начала войны у меня были сомнения в его внутреннем стержне. Я, конечно, с таким трепетом наблюдаю за его биографией. Очень хочется пожелать ему какого-то международного успеха. Надеюсь, что он да прибудет с ним. Но вот как тебе кажется, вот эти вот вычеркнутые российской пропагандой, обвинённые в эмиграции, в чём-то там ещё былые звёзды номер один, вот их судьба в России, она закончена, их карьера в России, она всегда закончена, российский зритель, он поведётся на эти формулировки про обвинения в эмиграции и прочую грязь? Или что-то всё-таки может там существовать в голове про прощение и про принятие? Это вообще удивительная, конечно, тема, что они там собираются прощать. Сидят какие-то упыри в телевизоре и решают, простят они, не знаю, Козловского, Макаревича и Пугачёва или не простят и Галкина и прочих, и прочих, или Толю Белого. Это вообще, слава богу, это решение им не принадлежит. Решение о том, какова будет судьба любого человека, уехавшего или оставшегося, это не то решение, которое принимается вот этими упырями пропагандистскими, продажными, всеми этими проститутками и шлюхами. Они там сидят, значит, на своих заседаниях и в своих борделях, и покачивая ногой, рассуждают, кого они простят. Вы лучше, хочется им сказать, позаботьтесь о своём будущем. Оно куда страшнее, чем будущее тех людей, которые, что называется, выбрали свободу и покинули пределы Российской Федерации, потому что не могут в этом болоте гниющем существовать и творить, и сделать вид, что ничего не происходит. Поэтому, мне кажется, как раз будущее уехавшей России, в широком смысле этого слова, и политиков, и интеллектуалов, и деятели культуры, писателей, поэтов, артистов, режиссёров, музыкантов, журналистов, мне кажется, что у них, уехавшей России большое будущее. Очень. И оно как бы, я его чувствую и понимаю. Потому что это всё равно Россия, и в отличие, допустим, от времён Советского Союза, когда действительно, вот по той самой известной поговорке французской, уезжать – это немножко умирать, тогда действительно тебя вычёркивали, если ты покидаешь пределы Советского Союза, тебя лишают гражданства, как это было в случае с Любимовым, в случае с Растроповичем и с Вишневской, в случае с Лженицыным. Лишают гражданства и вычёркивают тебя из истории советской. Но это ничего не значит. Всё равно, да, люди, те, которые хотели читать Лженицына, они его читали с помощью самоиздата, они слушали выступления, не знаю, Василия Павловича, Аксёнова, Юлия, забыла, господи, Анатолия Гладилина и многих-многих других, Войновича, они слушали через сквозь глушилки на вражеских голосах, поэтому они всё равно оставались в истории Советской России, в истории России, в истории СССР. Сейчас ещё проще, сейчас этих границ вообще нет, сейчас нет никаких глушилок и вряд ли они появятся, потому что, что называется VPN, нам всем друг, всем тем, кто остаётся внутри Российской Федерации, и всех читают и всех видят, поэтому изымайте книги из библиотек, убирайте имена с афиш, снимайте спектакли, запрещайте произносить эти имена вслух на советском телевизоре, российском телевизоре. Это ничего не меняет, потому что всё равно тот, кто любил фильмы запрещенных ныне режиссёров, тот их продолжает любить, кто любил музыку запрещенных музыкантов, тот продолжает её любить, и она никуда не исчезла. Ни фильмы, ни спектакли, ни слова, ни музыка не исчезают из народной памяти, они остаётся. Это даже, кстати, понимают даже многие, ну, так называемые, не всё-таки однозначники. Я помню какое-то было интервью с Евгением Гришковцом, который как бы вот, ну, он остаётся с родиной, это у них там ещё одна есть фишка, как бы ни была неправа твоя страна, ты должен быть со страной, потому что, типа, там, родная мать, или как там они её называют, родина-мать, я уже забыла все эти штампы, слава тебе, господи, они уже давным-давно из моей головы выветрились. Но даже Гришковец говорил, когда его там пытал, не помню кто, что-то типа Манучарова, пытал его по поводу Пугачёвой, типа, вот мы же ей не простим, вот как ты начал свой вопрос, мы же ей не простим, мы же её забудем, и народ её вычеркнет из памяти. На что даже Гришковец не повёлся на эту провокацию и сказал, что как я могу из своей памяти убрать великие песни великой певицы от того, что она вот свой нынешний выбор совершила, может быть, для кого-то он ошибочным. Цитирую близко к тексту то, что сказал Гришковец. Это всё равно не может, как бы, из моей жизни вычеркнуть этого человека и его творчество. И эти си, и песни, и эту музыку, и этот голос. Как я могу этого выдающегося человека вычеркнуть из своей памяти? Нет, этого не будет. Я думаю, что всё-таки такие трезвые голоса даже и там случаются. И, кстати, Гришковца за эти слова никто не отменил. Такие кратеные мысли, модные красивые словечки ползают тихонько с краю жизни, тусклые, как тени, человечки. Добрый день, друзья, не другие. Иностранный агент Ксения Ларина не так часто даёт интервью. На самом деле, она Оксана Баршева, Ксения Ларина её псевдоним. Я с ней фактически не знаком. Мы виделись один раз всего, когда она работала на Эхе Москвы. Она меня пригласила на интервью. Такой был проект «Книжное казино». Мы говорили про Юлиана Семёновича Семёнова. И меня тогда поразил один момент, потому что я употребил термин, который я часто употребляю в отношении той страты, которую называют либералами ошибочно, и которую Кехман в разговоре со мной назвал либерастами. Это точнее. Так вот, я употребил там словосочетание «дети-колбасы», имея в виду и основную аудиторию Эхо Москвы, и в значительной степени коллектив этой радиостанции. И моя Визави, то есть Ксения Ларина, совершенно не поняла, что я имею в виду. То есть ей понравился этот термин. То есть она, видимо, чувствовала, что это относится точно не к её коллегам и не к её друзьям. Но песня совсем не о том. Как я уже сказал, настроенный агент Ксения Ларина редко даёт интервью, потому что она сама интервьюер. Возможно, возможно, поэтому. Она уехала из России из-за травли, как мне говорил другой иностранный агент Алексей Венедиктов, из-за травли Владимира Соловьёва, что Владимир Соловьёв подстрекал своих фанатов чуть ли не к устранению Лариной. В общем, что-то они там не поделили. Ксения Ларина, иностранный агент, является совершенно хрестоматийным представителем вот этой среды релакантов. Лишний раз не хочу употреблять термин либерасты. Кстати, я сказал, что Кехман претендует на изобретение этого слова, но есть ещё как минимум один человек, музыкальный критик, который в беседе со мной говорил, что это его придумка. Но опять мы куда-то уходим не в ту степь. Как я люблю повторять, песня совсем не о том. Итак, Ксения Ларина, иностранный агент, повторю, является совершенно таким хрестоматийным, классическим представителем вот этой среды релакантов. Борис Акунин здесь недавно написал такой развернутый чуть ли не сэ, в котором говорил, что вот существует сейчас две России, как в 17-м, после 17-го года, когда-то одна Россия, Россия, уехавшие эмигрантов, и вторая Россия, Россия хама, быдло, и так далее. В трактовке тогдашней, после релакционной 20-х годов, Россия хама и жида, сейчас, значит, стало быть, Россия ватников. Ну, наверное, так. Имеется в виду, что по-любому две России. Вот эти уехавшие люди бесспорно талантливые. Я там признаю совершенно, допустим, что и народный артист Макаревич сформировал культурный ландшафт нашей страны в значительной степени, и Пугачеву, который, кстати, 15 апреля, юбилей 75 лет. Это, в общем, тоже она там, Примадонна, бла-бла-бла. И писатели все, эти люди талантливые. Никто отрицает, ну, некоторые отрицают, но мне кажется, что зачем? Почему не признать, что действительно люди способные, талантливые, и музыканты, и рэперы, и журналисты. Они все со званиями, все признанные, многие любимцы народные. Вот, единственное, чего они не понимают, вот тот же Андрей Вадимович Макаревич, иностранный агент, который сказал, что там Чулпан, Максим, имея в виду, иностранного агента Галкина Алла, это и есть Россия, что вот, не они уехали в Россию, там вы остались мудачо, сказал он, здесь мы мудачо остались, а они уехали. Еще раз, знаю, что это вызывает раздражение, тем не менее, повторю, это люди действительно значимые в нашей культуре и значительные. Но, они не Россия. Они не Россия, пусть мы здесь с мудачо, трактовки иностранного агента Андрея Вадимовича Макаревича, но вот какие есть. Потому что Россия здесь. Не потому, что это мы, а потому, что это вот Россия. Недавно влиятельная столичная газета написала, что вы являетесь автором термина «либераст». Мне кажется, что вы с Прилепиным должны быть единомышленниками тогда в отношении вот этой страты. творческой. Вы знаете, я еще раз ничего не могу сказать, потому что все, что касается либерастов, это действительно... Можете сказать, вы действительно автор этого термина? Так говорят. Ну, что значит, Владимир, что значит, так говорят? Я приблил его в 2015 году. Если до этого не так не говорили о нем, то я в одно слово определил этих людей. Поэтому, да, вы можете сами посмотреть. Если было до 2015 года это слово, значит, это не я автор его. Если его не было, я автор его. Ну, я, насколько понимаю, здесь вы тоже совпадаете с Баяковым или с Баяковым в оценке вот этой группы людей, которые так называют. я вам честно скажу, что я никогда не разделяю ни с кем своих убеждений. КОИТА! Субтитры создавал DimaTorzok